Громко играйте на гармонии, громко, но красиво, и очень замечательно поёте песни. Коленька, коленька, коленька моя, коленька, коленька моя, коленька, коленька моя, коленька моя, коленька моя, коленька, коленька моя. Субтитры создавал DimaTorzok Аддио, 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 аддио Аддио, аддио, аддио Аддио, 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 аддио Виталий Егоров Да ты что? Ну далее Белый брон, Alex Лёвка Бумбараша Известный кулинар Самая большая его любовь и истина это его мама и так, я назрел к нему Идем не реподирую Пожалуйста. Виталий, познакомься, пожалуйста. Это Лена. Лена, Виталий, очень приятно. Виталий, у меня к вам вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Дело в том, что Андрей Великосветский сплетник, он мне тут о вас рассказывал разного. Я хочу уточнить. Скажите, пожалуйста, что в вашей жизни из чего вытекает? Из кукольного образования, вокал, страсть к цветам, птицам, кулинарии и любовь к маме? Или из любви к маме вытекает вокал, кукольное образование, страсть к цветам, птицам и кулинарии? Ой, вы знаете, все-таки это сообщающиеся сосуды. И, наверное, из чего-то иногда из этого в это, а потом из этого в это все как-то... И все-таки что главное? Я думаю, все-таки мама. Есть? Да. А кто вас подвигнул на этот подвиг идти в театральный институт? Мама? Нет, она хотела, чтобы я музыкой занималась. Значит, все-таки вокал. Мама, вокал, потом кукольное образование. Потом. А, спорт еще был. Еще и спорт. Да. А потом театр. Нет. Шашки? Волейбол. Ну что ж, рост хороший. Потом мы будем счастливы. Я и ты, и Валентин. Я больше никогда, никогда не обижу его. Понял? Ведь он тоже тебя любит. А это прощает все. Все! Девушки, я попала в объятие господина Демиртея. Он был сведущ во всем. Но я решила притворяться холодной, что стало причиной его неизменного ко мне доверия. Я обогащала свой опыт. И, надо сказать, убедилась, что любовь, которую восхваляют, как источник наслаждения, самая большая лишь повод для них. Позвольте, я тебе представлю Марине. Марина, познакомься, пожалуйста. Давайте не будем крутиться. Александр, будь в руке. Посунься, да. Подвинься. Пожалуйста. Можно я приседу? Марина Зудина. Что можно сказать? Я очень приятно. Марина, пожалуйста. Ты больше ничего не будешь говорить? О Марине? Да. О Марине можно говорить долго, часами, веками. Я могу говорить о ней и лично ей очень долго и много хороших слов. Но. Но. Марина, вы самая популярная на данный момент семья в театральном мире. Московые. И поэтому у меня к вам вопрос, как к главе семьи. Скажите. К главе семьи. Если к главе семьи, то это не ко мне. Хорошо. Это не ко мне вопрос. Ну, говорят, это тогда мужчина голова, женщина шея. Так, можно ставить вопрос? Так можно. Хорошо. Так вот, вопрос. Скажите, как изменилось и вообще отразилось ли на вашей семье то, что Олег Павлович занял такую должность как руководитель художественного руководителя МХАТа? Вы знаете, я так скажу. А, и может быть, если он не стал художественным руководителем, я бы отважно сразила бы еще одного ребенка. Но после того, как он стал художественным руководителем МХАТа, я поняла, что, знаете, на самом деле, все на жене отражается. Меня не хватит на все. И такую нагрузку я не видела. Это такой очень конкретный ответ. А сейчас Олег Павлович видит сын и сын отца? Да. То есть, понимаете, мне кажется, все-таки это такое расхожее очень представление о том, что в актерских семьях дети и вот так уж я не знаю. Мне кажется, это придумано. Мне говорят, ну, Марин, ты же, наверное, не видишь ребенка. Вы знаете, я, наверное, больше вижу своего ребенка, чем в свое время родители видели меня. Так что это все выдумки. И мы точно так же проводим время с нашим ребенком. Но он у вас театральный? Ну, в том смысле, что он ходит в театр смотреть спектакль. Но не закулисный? Нет. Мало времени проводит? Они всегда закулисье, как бы, оборачиваются такой парадной стороной. Иногда, думаю, до определенного возраста, может быть, лучше чего-то и не знать. Вы знаете, когда я услышала о постановке вашей первой пьесы? И что? Тут же расхохоталось. О, смешно. Нет, мне это показалось не столько смешным, сколько абсурдным и невероятным. Интересно, почему? Дело в том, что вы у меня ассоциировались со свеклами. Со свеклами? Да-да-да, я вас, значит, не представляла с тех пор, как услышала в парламенте вашу речь о выращивании свекл. О, я надеюсь, вы меня ассоциировали с сахарной свеклой, не с кормовой. Впрочем, нет ничего удивительного, что вы тоже решили написать пьесу. Бог ты мой, кто не пишет в наше время. Естественно, я не применила пойти на премьеру. И вы знаете, шикарный актуал. Я здесь, я здесь, я здесь. Это шикарная публика. Всем было любопытно увидеть его превосходительство Савасту в новой роли драматурга. И все были потрясены. Вы знаете, публика то и дело аплодировала. В конце спектакля аплодисменты переросли в настоящий триумф. Вот это единственным человеком, который не аплодировал, была я. Почему? Повелела капризная. Здесь прохладнее. Все равно улыбнись, солнышко, а? Улыбнись мне, солнышко. На подушке огласная. Моня, господи. И человек, что ли? Вместе рядом с собой. Свердишься, не пейся. Не важно. И толпа, изумленная, не сдержала румянца. Хотя внешне осталось заболевно немой. Никогда, утомленный, если стерзанный низкий, Окончательно выполнил гривуазный приказ. Утомленная женщина, отшвырнув голенисча, Раздавила коляскою марионетку проказ. Это мой однокурсник. Так. Миша Хомяков. Попали, так попали. Мы с Мишкой с первого курса Олега Павловича. Он самый старый человек. Но я еще раз подчеркиваю, что главный источник информации у меня Андрей. И поскольку вы самый такой в табакерке старый табак, Каким одним словом вы бы охарактеризовали свой театр? Одним словом? Одним словом. Одним словом, пожалуй, не назвать. Хорошо, двумя. Вечно молодой. Смотрите, какой у нас. И у нас молодые люди. Особенно вот там. Ну? У нас? Говорите, говорите еще. Говорите? Детальнее. Да нет, ну вы понимаете. Это я вас так напугала. Одним словом на самом деле можно бесконечно. Нет, в одном слове ты не скажешь вообще. Спасибо. Наш театр. Что, Олег Павлович? Ну что, а можно так сказать? Вы знаете, у меня нет слов. Да. Не пугайтесь. Ради Бога, не пугайтесь. Странцилов, Агриппа Семенович. Не советую. Что? Пытаться захлопнуть дверь. А вот такие у вас есть? Боже мере. А вот такие? Боже мере. А вот такие есть? Боже мере. Что? Нет. Таких у меня нет. У меня ни одной таких нет. Боже мере. Вот это вот что? Это? Да. Берлин. Аллея Победы. Вот видите вот этот киоск? Да. Вот тут я покупал эти открытки. Вы что, были в Берлине? Ну, недолго. Проездом с недели. Да. Честное слово, Мейер, я вам, конечно, верю, но мне все время кажется, что вы врете. Но это же сон. Еврей из Тультина идет по Берлину, по Али и Победе. Вот этот вот с ростом не выйдет. Нет, я вот этот. Ой, похожий. Слушайте, а что вы скажете за Испанию? Мейер, я за Испанию вообще говорить не хочу. Они же странные люди, эти испанцы. Нам с ними нужно с вами, с ними что-то делать, сообщать. Обычно они снимают одну альгамбру. Какую открытку не возьми. Альгамбра и снова альгамбра. И нохмул альгамбра. А это Барселона, Мейер. О, Кордова. Мейер, это Кордова. Это сокровище. Это все мне. Это сокровище. Мейер, это сокровище. Сейчас мы все вложим на место. По сути сейчас. Вот таков у нас Старый Хомяк. Между прочим, один из первых, единственный первый исполнитель роли князей в нашем театре. А кто продолжатель? Благородный. Кто? Где? Ну, князей. А, ты имеешь в виду, кто традиции платить? Да, да, да. Женька Миронов. А где он? Евгений Витальевич? Ну, Евгений Витальевич. Евгений Витальевич исполняет роль князя Мушкина. Где? Ну, где-то на съемочных площадках. А что, здесь его нет? Где? Женя! 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 Отзовись! Ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, что-то запуталось все. Так запуталось. Я не в себе, наверное. Вы знаете, я просто извините меня. Я не так вам... Я говорю не так все, наверное. Нет, вы не обращайте на меня, буквально. Нет, Федька, я сам во всем виноват. Понимаешь, что теперь так получается. Ты-ка ж обижен. Эх, ты знаешь, да ты что, как же я доволен. Как? Ну, вы что? Вы знаете, как же я вам благодарен за все. Я не ожидал такого никак. Че, правда? Да, я думал... Ну, понимаешь, ну, ничего я. Ну, вот... Ну, по-пу... Нет, Федька, вдруг так оказалось. Понимаешь, и ты, Федька. Ага. Федька. И ты, Ваша. И ты, Ваша. Ваше, вообще, че? А Филипп Акарыч? А Филамеев? А Филипп Акарыч? А Филипп Акарыч? А Филипп Акарыч? Нет, вообще, вы знаете, вы знаете, я вот... Я главное в жизни помню. Че? Вот я для вас не просто... Я помню, Володя Машков поставил свой первый спектакль «Звездный час по местному времени». В программке было написано. Там, главной роли Коли, Женя Миронов. А мне Евгения. Вот именно Женя. Вот. Филипп Акарыч! Филипп Акарыч! Филипп Акарыч! Мы очень долго, наш театр... Олег Павлович очень долго добивался, чтобы на нас обратили внимание. А добивался чем? Серьезной, честной работы. И отсюда у нас в театре были события. Потрясающие. По своей свежести и новизне. Сейчас добиваться ничего не нужно. Любой спектакль в нашем театре... Он еще не вышел, а я уже знаю, что скажут, что это замечательно, хорошо. Но и события мне назовут. Вот за это у меня болит очень сердце. Если говорить про наш театр. Сам виноват. Знаю, что ушел. Так сказать... И временами появляюсь. Как гастролер действую. Эгоистично. Знаю про свою эту вину. Надеюсь, что если будет у меня, даст Бог, мы уже сговорились. Будет работа в будущем. Попытаюсь исправить. Это свою ошибку. Таня, я как известный человек, у тебя необыкновенный. Да ты хвостун. Я хвостун? Ты хвостун. Так, секунду. Кто получает персональную стипендию? Я. А про кого писали в комсомольской правде? Таня, про меня. Да. Кто закончит консерваторию с отличием? Таня, я. Да? А за кого ты, наконец, выйдешь замуж? Таня, за меня. За меня. Шварц. Надо стучать, когда входишь, Людмила. Я наоборот на пути постучу. Шварц, в каком году во втором съезд партии? В 903-м. Так и нормально. А где? Сначала в Брюсселе, потом в Лондоне. Молодец. А закурить нет? Нет. Ты понимаешь. И славка лебедев отсутствует. Судьба. Да. Хотите, ты хиновую прочту? Твои. Мои? Не надо, будь здоров. Ага. Послушай, молоко, теплое молоко. Мы пьем молоко и пьем вино. И мы с тобой не ждем беды. И мы не знаем, что нам суждено просить как счастье. Глоток воды. Марьяна, скажите, вы какая актриса? Драматическая, комическая, трагическая, характерная или экзотическая? Да я тоже характерная актриса. Я бы назвал Марьяну высокооплачиваемую актрису. Вот это, кстати, какое-то хорошее определение. Да нет времени для меня. К сожалению, нет. Мой лифт стоит на втором этаже, я требую его снизу и сверху. Если я точек же не вернусь, меня уволят вода. Но у тебя нашлось бы время для меня, будь. У тебя время. Конечно. Бесконечно много. Когда у тебя будет время? Моя работа закончится только по выручке. Что я такая? Ты, 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 ты. Не узнаю. Узнаю. Что? Жена. Моя жена. В вашем театре все-таки даже самые драматические спектакли решаются с фарсовым подходом к нему. Это как-то определяется вот вами? Это тактика или стратегия, или это случайное совпадение? Или это мировоззрение ваше? Ну, почему? Я толстый, щеки у меня висят, я артист комический, я умею разные рожи строить, например. Или там. И так далее. А столько, поскольку вот эта особенность существует у меня, ну и ребята тоже тянутся. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да. А вы же сами играющий актер. Да. И много играющий. Да. А для вас это еще праздник? Что это для меня? Все-таки работают. Причем здесь это? Это надо спрашивать у зрителей, которые смотрят. Иногда они делают вид, что для них это праздник еще. Я имею в виду зрителей. Зрители очень интересные. Да. Они не делают вид. Инсценируют. Нет, нет. А сами вы на этот вопрос для себя, для нас не ответили. Иногда они встречают меня с не меньшим восторгом, нежели Сергея Безрукова. Сережка, ты знаешь, однажды меня очень сильно поразил. На протяжении трех дней мы играли подряд спектакль, играли вместе. И он что-то там мурлыкал себе под нос. Я у него спросил, Сереж, в чем дело? Он говорит, да мне вот нужно сделать чей-то голос. Я говорю, ага. Он бормочет, бормочет день, другой. На третий день я уже захожу в гримерку, а он уже разговаривает голосом этого человека. Причем это было у меня на глазах. Не восхищаться этим я не могу. Это такой уникальный слух? Это слух, это талант, это все вместе. А как он играл Есенина, это удивительно. Это легенды. Даже те дамы, пожилые дамы, которые слышали действительно живого Есенина, они просто взяли вдруг, застывали, как эти суслики, потому что они слышали родную и любимую многими интонацию, речь, голос. Это удивительно. Послушаем? Давай. Сумасшедший, бешеный, небывалый успех, коматерки, в начале 21 века. Приведите, приведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека. Я три дня и три ночи подвал ваш искал. Тучи с севера сыпались каменной грудой. Слава ему! Пусть он даже не Путин, народ его любит. За Матроскина в мульте. Зритель в кассу три дня и три ночи стоял, чтоб билет на спектакль ухватить, как удачу. А кому не досталось, тот слезы ронял и в кабак-кабакерка сворачивал. Сумасшедший, бешеный, небывалый триумф. Кто ты, Станиславский 21 века? Уступайте, вступайте в театр к нему. Надо видеть этого человека. Мне осталась одна забава. Пальцы в рот, да веселый свист. Прокатилась дурная слава, Что похабник я и скандалист. Ах, какая смешная потеря! Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога верил, Горько мне, что не верю теперь. Дар поэта ласкать и корябать, Роковая на нем печать. Розу белую с черной жабой На земле я хотел повенчать. Пусть не славились, пусть не спылись Эти помыслы розовых дней. Но коли черти в душе гнездились, Значит, ангелы жили в ней. Золотые далекие дали Все сжигает житейская мреть. И похабничал я и скандалил Для того, чтобы ярче гореть. Вот за это веселье мути, Отправляясь с ней в край иной, Я хочу при последней минуте Попросить тех, кто будет со мной. Сергей, Чтоб за все, за грехи мои тяжкие, За неверие в благодать Положили меня в русской рубашке Под иконами умирать. Мне осталась одна забава, Палец и в рот, да веселый свист. Прокатилась дурная слава, Что похабник я и скандалист. Ах, такая смешная потеря, Много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога верил, Горе ко мне, что не верю теперь. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Деляев, Толстый клоун. Он же исполнитель главной роли В пьесе Григорьковца «Город». Он же композитор. Лауреат песни... Сергей, ты лауреат песни 74? Я единственный драматический артист В мире, в стране и в мире тоже. Единственный драматический артист, Который дважды лауреат песни года. Скромность, это главное украшение Артиста Григорькова. Вот это-то я и хотел у тебя узнать. А зачем? А зачем? Что я должен постоянно кому-то что-то объяснять? Ты знаешь, а я тебе завидую, между прочим. Я завидую тому, что ты делаешь ремонт. Да. Не тому, как ты его делаешь, А тому, что ты видишь в этом смысл. То, что у тебя этот смысл есть. Да какой смысл? Шуки что ли? Есть. Я ненавижу этот ремонт. Я тебя вот в этом ремонте ненавижу. Позови, ты что? Ты сам только что говорил про берега реки, а туда же. Позови того. Это, конечно, когда сидишь на другом берегу реки. Я от комаров спасу нет, допустим. На другом берегу, кажется, комаров нету. Их просто не видно. Позови. Да, Андрей. Ну, ты же Сергей Угрюмов. Я Сергей Угрюмов. Сережа. Да. А это приятно. Очень приятно. Андрей говорил, что вы очень остроумный человек. Я остроумный. Да, но он так говорил. Вот ваше остроумие – это попытка сопротивляться фамилии или все-таки природной заданке? Фамилии я никогда не сопротивляю. Дороге, я прошу вас, и вот так все пройдет. Все пройдет, день придет. И зимы не будет, снова вишня рассветет, соловей разбудет. Ты проснешься поутру, улыбнешься светло. Нет. Все пройдет. Нет, колальца, ни весны, ни вишен. Только холод и одиночество. Луиза, у вас имя лирической героини. Фамилия характерной актрисы. Да что определяет ваше амплуа? Наверное, тоже характерная. Характерная? Ты был сегодня на спектакле? А почему? Я сегодня так играла. Так играла, но просто цветами забросали. А я, видишь ли, не спел. Зато он контракт составил. Никакой интерес смотреть на тебя со стороны. Мне больше по душе, когда ты рядом. Слушай, этот странный с клюкой, а? Не налетит опять здесь, нет? Как сумасшедший. Скажи спасибо, что не встретил моего мужа Джузеппе. Ой, ой. Подумаешь. Ну и встретил. Уидишься, уидишься. Уидишься, улыбни. А это еще что такое? Это чрево театра. Чего? На кулисы. Что, никогда в театре не был? Когда он бизнес? Джуза, я тебе покажу. Это такое ощущение, такое ощущение. Даже не знаю, с чем сравнить. А я знаю. Ты в корзинку не забываешь? Подожди, иди сюда. Саша. Саша. Скажи, пожалуйста. Ага, вот так. Давно ли у тебя развилась склонность к самостоятельной деятельности? В каком смысле? В театральном смысле. Ага, давно. А я вообще человек попроек себя самостоятельно. Ты преподаешь сейчас? Да, в МХАТе. И на каком курсе? Актерском струксии? Да, да. То есть это вот как бы потребность, непосредственно, как сказать, что там есть много. То есть ты стремительно самореализуешься на данный момент? Ну, не знаю, не мне судить. Воля, видите ли, сударыня, это как бы хребет души. Как только повреждена воля, душа сама собой распадает. Ты артист, ты ставишь спектакли, это тоже в некотором роде разные профессии. Нет, абсолютно. Абсолютно. Нет, я, например, когда поставил спектакль, я же не написал, что я режиссер. А как? Написана просто была постановка. Для меня это принципиально. То есть, например, там, уборщик может поставить спектакль. Это будет постановка уборщика такого. Это была постановка Александра Мохова. Я же не пишу, что режиссер это профессия. Да, коля. Вот смотрю я на тебя, знаешь? Все-таки ты злой какой-то. Бросаешься на себя, как собака, честное слово. А чем это мы ему не угодили? Да ладно, ладно. Мы для него из кожи лезем, стараемся, он говорит такое. Ну скажи только честно. Кто? А тебе позаботился, если б не мы с вами? Да, да, вот, 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 вот. Что, что, на работу ты, пожалуйста, не можешь, Федор? Ой, ладно. Федор. Только не надо, не надо, не надо. Все, Федор делает, все, Федор делает, да. Значит, я всегда за всех верю. Всегда делаю, да. А ты? А я, да, и я тоже. Да, да, спасибо. А, нет, нет, это история у нас была. Как ты рассказываешь? Да, это мы были на гастролях сейчас. На гастролях были сейчас. И Миша сказал, ну как-то так, шутили-шутили. Говорю, Миша, чего ты мне завидуешь? Он говорит, почему считаешь завидуешь? Я говорю, потому что я в шоколаде. И все гастроли прошли под эгидой. Все забидуют мохов, потому что он в шоколаде. А что болтунья, Лидомол, так это Вовка выдумал. А болтать-то мне когда, мне болтать-то некогда? Драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок, не петь охота. Из-за кружок по рисованию тоже себе голосовать. А Мария Марковна сказала, когда я шла вчера из зала, драм-кружок, кружок по фото, это слишком много, что выбирай себе дружок один какой-нибудь кружок. Ну я и выбрала по фото, но мне еще и петь охота. Из-за кружок по рисованию все голосовать. А что болтунья, Лидомол, так это Вовка выдумал. Вы болтайте-то мне когда, мне болтайте-то некогда. Я теперь до старости в нашем классе староста. А чего мне хочется встать, ребята, лётчицы? Понимаешь, ну, струтосталь, что такое-то, кстати? Может, струтосталь, когда старости летят? А что болту не летят? Ну, так ты Вовку выдумал. Болтайте-то мне когда, мне болтать-то некогда. У меня ещё нагрузки, по-немецки и по-русски, нам заранее дано чтение и граматики. Я сижу, гляжу в окно, и вдруг я вижу мальчика. Он говорит, иди сюда, я тебе и рису дам. А я говорю, у меня нагрузки по-немецки, по-русски. Он говорит, иди сюда, я тебе и рису дам. Может, болтать-то не летят? Ну, так ты Вовку выдумал. А болтай-то мне когда? Мне болтать-то некогда, дурак. Это Ольга Красиво. Она ещё студентка, но уже в нашем театре работает третий сезон. Талантливый, одарённый, такой ребёнок. Она уже снималась с кем. Он остается в октябре. Он богат, пользуется большим уважением, всё это замечательно, но... Он старик. Представь себе, ему 36 лет. Премьера у тебя была первая в театре этого года. Отец. Расскажи мне, что там случилось, расскажи. Только ты никому не говори. Я? Ты никому ничего не скажи. Всегда прикрутит лампу и сажает меня за стол с карандашом и бумагой. И говорит, сейчас духи будут писать. И ты могла об этом молчать? Ай, прости, меня боялась. Маляков? Трагический артист. Трагический артист. Андрей внутри очень нежный и ранимый человек. Это ведь всё, так сказать... Это на сною? Ну, такое. Не нужно на сною, но это внешне, это так сказать. Прокрыстые, прикрыстые? Ну, так. Держать хочется пар дистанс, окружающий мир, чтобы не особенно лез в душу. Прости меня, старый. Нет, правда, прости. Держать хочется пар дистанции. КОНЕЦ КОНЕЦ Вот ты знаешь, старик, раньше, когда мой организм не был отравлен алкоголем, у меня была превосходная память. Я всегда читал это стихотворение с таким успехом, гром аплодисментов. Ты вот не знаешь, что такое аплодисменты, старик. Это я тебе скажу, брат, как. Как водка. Я бывало выйду, встану вот так. Встану и... Ну. Фит, ну. Не помню. Ни слова не помню. Да, да, да. Ну скажи мне, что я сегодня красивый. Очень красивый. Я вообще хочу сказать, просто я хочу сказать... А, я уже могу говорить? Нет, мне говори, как говори. Я хочу тебе сказать, не, я хочу, чтобы меня слышала вся страна. Теперь вся страна слышала. Я хочу сказать, что в нашем театре... Ты первый. Вот, 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 вот. Зачинатель этой красоты. Вот, вот, вот. Говори, говори. Вкуса, элегантности, таланта. Это про тебя. Спасибо. А вообще еще раз хочу сказать. Там вообще-то какая-то басня была. Самый красивый мужчина. Я не помню точно. Актеры. Да, да, да. Вот. Это в нашем театре под руководством Олега Павловича Табакова. Я говорю честно, друзья. Красавца. Я, да, начиная, да, с красавца-мужчины Олега Павловича. А он действительно красавец-мужчина. Никуда не делится. Он даже играл роль красавца-мужчины. Ну, режиссеры же не дураки дали ему эту роль. Ну, наверное, я думаю. Оля. Да, мой дорогой. Лена. Да, Лена, теперь несколько вопросов о тебе. Меня, собственно, я уже теряюсь теперь задавать, не задавать, спрашивать, не спрашивать. Пусть только расскажет, в конце концов, о себе. Ой, я себе ничего не хочу рассказывать. Вообще, я знаю, что ваша история напоминает русский вариант сказки про Золушку. Ну, так сказать. Ну, как бы. Как бы. Ну, Золушка тут. Как бы напоминает или как бы не очень? Тут даже не напоминает. Тут. Вот там ласка. Да. Вот. Сидел так на берегу реки Олег Павлович. Плывет золотой у лосок. Нет, это все, мне кажется, вся моя история связана с каким-то моим внутренним, моим подсознанием. Вот я об этом думала, и это произошло. Только я себя немножко в другом театре. Я тоже представляла себя в Москве. Так. В чем-то в другом театре. В каком? В более большом. Так. Ну, когда я оказалась в этом, я так обрадовалась. Думаю, мне это здесь еще лучше. Потому что у меня есть возможность работать и в этом, и в очень больших театрах. Потому что у нас, как если вы были на наших спектаклях, нам что малая сцена, что большая. Мы единственное, только не брали еще большой театр наш, вот, самый большой. Ну, возьмите. Я думаю, возьмем. Я думаю, что и перец примительно расширяется. Туда билеты продадутся в большой цирк. Да, цирк, отлично. Воробьева гора. Цирк, да. Цирк нам надо еще. Поэтому у меня, вот, я сюда еще раз повторяю, пришла как к себе домой, честное слово. Ленер, это Роза Гуревич. Готовься. Еще два дня таких сборов у меня повезут. Но только не в Москву, а на еврейское кладбище. У вас есть шпак? Сейчас поищу. Ленер. А, подожди, я с хлебушком. А, здравствуйте. Вас не учили говорить? Здравствуйте. Господи, она не узнала. Это же мейер Вольф. А, какой мейер Вольф? Вот это вот, мейер Вольф. Ну, что? Боже мой. Боже мой. Боже мой. Держите меня, мейер, это шутырная нога. Вот, приехал. Сейчас будет, пока. Приехал и молчил. Да надо, чертого я, боже. Мейер. Это что, вы? Мы. Что, оттуда вам? Оттуда вам. Что, насосын? Да. Господи, крупное дело. Ну, как сказать. Ага, как сказать, да, как сказать. Имейте в виду, что мужчин я вижу насквозь. Роза. Ой, я не могу. Роза, Роза. Ой, я не могу. Роза, Роза, ну все, все, Роза. Все. А яшечка ж мой лежит. Лежит, не встает этот доктор-ковальщик, этот умник, говорит, везите его на грязи, да? Да, вот я его спрашиваю, этого умника, зачем нам куда-то ехать и тратить на это деньги, когда грязь это как раз то единственное, что мы всю жизнь имеем дома и при том совершенно бесплатно. Что этот, 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 кмакинтошка, сумчик тоже оттуда вот, да? Оттуда вот. Это я, пустяки, выделка, давай уже курить будем. Слушай, а ты... Не затяги. Про меня-то ты, про меня-то слышал? Слышал, слышал, а? Ой, бог, я ж везу своих в Москву, великий путешественник Колумба, и приехал. Ой, боже, Абрам, ну что ты, где шпага давай? Ой, я ж набираю, я ж набираю, я ж набираю, что вот это весь, да, ага, а меньше вы не могли отмерить, да? А меньше, и меньше, и тоже тебе сосед называют, да, спасибо, ты такой кусочек, спешок, вот и черт, иди, с твоим этим шпагатом. Послушайте, Мэри, вы ж приходите к нам через полчаса, когда мы поужинаем. Вы ж посмотрите наши железнодорожные пилеты, сделайте с яшечкою, сэхай, на дорожку, вожа, вожа, вожа. А разницы для вас нет никакой, большая, а малая сцена? Ну, разница может быть только, когда артист врет, наверное, он, что на большой врет, а на малой, я так думаю, а разницы нет. Ну, слава богу, есть Олег Павлович, который мне скажет об этом. А на какой сцене врать труднее? Да, ну, на любой, на любой, на любой, на любой можно врать, да. То есть обученные ваши артисты? Салютно. Конечно, да. Демонстрация будет? На любой можно врать, да, да. Демонстрация будет. Даже врать можно, вот, когда разговариваешь. Вот я с тобой сейчас, я сейчас евро, я сейчас правду тебе говорю. Карло, жду тебя в театре. Твой я, Мадалена. Так, Жузеппе, жду тебя в театре. Твой я, Мадалена. Так. Вот, дружочек, две записки снеси их. Так, только сам мне передавай, найми кого-нибудь. Кому? Здесь близко, недалеко, я думаю, что ты справишься. Держи. Пошел. Вот пусть и посоветуются втроем. Кто вы? Мадалена обращается к тебе. Откуда вы и как вы дошли до жизни такой, то есть до театра? Меня зовут Саша Фисенко. Так. Я актер театра Табакова с недавнего времени и студент школы студии МХАТ. Попал я сюда совершенно случайно. Слушайте, вы что, все сговорились, случайно попадание? Нет, нет, ну в этом есть доля, правда? В самом деле, я же шел намеренно. Нет, нет, потом-то, когда я решил, то шел намеренно. А так у нас просто там не культивируется. Живем-то мы недалеко, 200 километров. Ну да, действительно, рядышком. Такого нет ничего, чтобы поехать в Москву куда-то, поступать в театральное училище. То есть Москва для вас это так? Нет, это наоборот, это заоблачное что-то. Просто это не для нас, да. Там просто и мысли такие вот такие не рождаются, чтобы поехать в Москву. А я что-то как-то она умерзвелась за одну ночь. Заходя, Рик! Все, в общем, привет! Проходи, Олег! Знакомься! Это вот с журналом мой муж. Муж 20 копеек. Он самый! Да? Ну что ж, очень приятно. Олег, Камайев, преподаватель. Вы вам минимализовались? Он немного усталый. Устал? Ну, значит, надо немного отдохнуть. А это ваша дочь. Да нет! Это хозяйка номера. Да? Очень приятно. Олег, Камайев, преподаватель. Мы уже все слышали. А ты не понимаешь? Я? Я не понимаю. Я человек веселый. Я... А что я должен здесь понять? Задоек! Я им помешала. Что, что? Я им помешала! Как именно к Табакову? Ну, пробовался-то вовсе, естественно. Ну, как обычно. Куда взяли, да? Нет, взяли в Гитис и в Щепку взяли. А к Табакову, потому что к Табакову. Потому что к Табакову, да? Потому что к Табакову. Потому что к Табакову. Потому что к Табакову, да? Хорошо. Это знак качества. Ну, поднимайтесь! Пойду, молод нужно немного выберить! Представьте, Олег! Он не может подняться! Тебе придется ему помочь! Не может подняться, что ты говоришь! Ну, я тебя поздравляю! Ну, погодите! А что ты сказал? Погодите, детки! Дайте только срок! Будет вам и белка! Будет и свисток! Тот же самый Леша Гришин! Тот самый? Да! Ну, что, Леша? А что-нибудь о себе? С комментариями? О себе что? Про спектакль, про себя! А что про себя? Живу? Так. Живет, так и в паре, понятно. Испытываю удовольствие от жизни. Так. Играю в хорошем театре. Да. Что да? Мечтаю. Рачу сына. Люблю жену, сына. И что еще? И биво. Общаюсь с приятными людьми. Здравствуйте! Вы пунктуальны. Это моя работа. Пашкин Иван Андреевич. А это? Нотариус, просто нотариус. Мне говорили, что вы застенчивы. Документы готовы? Бумажка к бумажке. Я думаю, что очень важно. Это же естественное соединение людей разных поколений. Как в семье, да? Есть 44-летний Миша, да? Или, так сказать, его ровесник. Или ты младше? Помладше. Помладше. 42, да? Это Андрюшка. Это Андрюшка. Значит, вот они, да? И до Луизи Файзрахмановни. До Ольги Красько. Ну, хорошо. Значит, до Ольги Красько, который сколько? 20. Ну, вот и все. Значит, это естественное соединение. Ну, как в семье бывает. Вообще, наш театр, я не хочу сказать, что он без проблем, или он там, я не знаю, безоблачный и лучезарен все время. Но это все-таки попытка выстроить театр дома. А еще про ваш театр говорят, что вы со стороны не берете. Это так? Со стороны? Да. Почему? А Ольга со стороны? Мы хороших со стороны берем. Нужно. Все такие разные. И действительно, по-моему, первый раз удалось поговорить практически с каждым пришедшим. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok